Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Кулинарием Санны. Сегодня мы с вами приготовим вот такие красивые творожные нежные куличи. Для начала нам надо приготовить опару. Наливаем теплое молоко, дрожжи, столовая ложка сахара от общего количества, мука. Перемешиваем и даем постоять минут 15 до образования шапочки. В чашке, где будем замешивать тесто, добавляем яйца, сахар, соль и ванилин. Все хорошо миксером взбиваем до образования светлой массы. Далее добавляем творог, мягкое сливочное масло, сметану и перемешиваем. Долго взбивать не нужно. Вот так у нас образовалась шапочка. Добавляем опару в тесто. Перемешиваем и добавляем муку. Пока тесто жидкое, можно вымешивать венчиком. Добавляем остальную часть муки и замешиваем тесто. Далее тесто я вымешиваю руками. Это дело можно поручить планетарному миксеру. Получится намного быстрее. У нас получается довольно-таки липкое тесто. Муки больше добавлять не стоит. Добавляем масло и замешиваем мягкое эластичное тесто. Вымешиваем тесто около 15 минут. Вот такое тесто получается мягкое, нежное, при этом не липнет к рукам. Смазываем миску маслом и убираем тесто на расстойку примерно на 1 час. Я обычно это делаю в духовке с включенной лампочкой. Тесто наше увеличилось в 2 раза. Перекладываем на рабочую поверхность. И растягиваем наше тесто вот таким образом. Изюм я заранее залила кипятком, просушила и добавила столовую ложку муки, чтобы не было лишней влаги. Добавляем изюм и замешиваем тесто. Тесто наше готово. Раскладываем по формочкам. У меня такие формы по 9 см. Я кладу тесто 250 г. Если хотите более объемную шапочку, можно смело класть 270 г. Из этого количества теста получается 4 куличика форма 9 см. Заполняем форму на 1 треть, так как при выпечке они хорошо увеличатся в объеме. Я решила сделать 3 средних куличика и 4 маленьких. Отправляем тесто на расстойку на 40 минут. Наше тесто отдохнуло. Оставляем до края примерно 3 см. Так у нас тесто при выпечке увеличится и не убежит за края. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут. Вот такая румяная красота у нас получилась. Перекладываем наши куличи на решетку, так как показано на видео. Пока остывают куличи, займемся глазурью. У меня тут белок, сахар, ванилин и щепотка соли. Отправляем все на водяную баню до растворения сахара. Сахар растворился, масса посветлела. Крупинки можно легко проверить на ощупь, растирая пальцами. Затем нашу глазурь взбиваем хорошо миксером до образования мягких пиков. Глазурь получается довольно-таки густой, поэтому мне удобнее наносить кисточкой. Куличи украшаем по своему желанию. Вот такие яркие, красивые куличи у нас получились. Сейчас я вам покажу в разрезе. Вот такие мягкие, воздушные, пористые куличи у нас получились. Если вы любите мягкие, воздушные, сладкие куличи, то этот быстрый рецепт с творогом вам точно понравится. Удачной вам выпечки! Готовьте с любовью! Хорошего настроения! Всем пока-пока!